Уже традиционно в конце декабря в отделе образования городского округа «Городбой» подводят итоги уходящего года. Как отметила начальник отдела образования Ольга Валенкова, 2020 год стал годом новых и интересных проектов, интенсивной работы, заключения новых соглашений и договоров. На конференции был представлен лучший опыт работы образовательных организаций, наиболее эффективные и успешные практики и совместные проекты уходящего года. На совещании присутствовали глава города Игорь Ральников, заместитель главы администрации Татьяна Попова, руководители образовательных организаций, отдел образования, информационно-методический центр, представители общественности и СМИ. В начале совещания собравшимся были представлены достижения дошкольного образования, которое является первым уровнем общего образования. Основные результаты деятельности дошкольного образования нашего города в 2020 году – это создание консультационных центров через реализацию проекта «Поддержка семей, имеющих детей». О работе такого центра на базе детского сада номер 6 «Солнышко» рассказала заведующая данным дошкольным заведением Елена Русакова. Немаловажное достижение в системе дошкольного образования – это стопроцентная доступность дошкольного образования от полутора до трех лет. В настоящее время детские сады города готовы принять всех желающих от полутора до пяти лет, а с 1 сентября 2021 года будет возможность принимать детей и более раннего возраста. С 2011 года наши учреждения участвуют в государственной программе «Доступная среда», цель которого – создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. С опытом участия в мероприятиях государственной программы рассказала исполняющая обязанности заведующего детским садом номер 3 «Родничок» Наталья Токмакова. Каждая школа нашего города имеет свое лицо, свои достижения в образовательной и воспитательной деятельности. В грантовых конкурсах государственные программы развития образования победой одержали школы номер 1 и номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова. Активные участники этого года в нацпроектах образования – вторая школа, пятая и тридцать седьмая. В этом году вторая школа стала центром цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» через участие в проекте «Современная школа». О современном векторе развития «Точка роста» рассказала директор школы номер 2 Наталья Маланова. В целях реализации региональной программы развития профориентационной работы с обучающимися по обеспечению рабочими инженерными кадрами предприятий региона, школа номер 9 развивает образовательные интересы к инженерным специальностям. Об опыте участия в мероприятиях региональной программы рассказала директор девятой школы Людмила Румянцева. Участники конференции обсудили также актуальные вопросы развития дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования нашего города, Центр «Уникум» и Дом детского творчества известны далеко за пределами нашего города. О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования на базе Центра «Уникум» рассказала директор Центра Ольга Киселева. О современных формах обучения в системе дополнительного образования детей в условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка» присутствующим рассказала директор Дома детского творчества Юлия Волкова. Ежегодно все учреждения города проходят процедуру независимой оценки образовательной деятельности, с результатами которой собравшихся познакомила заведующая информационно-методическим центром Любовь Бочегова. Сегодня на итоговом совещании мы подводили итоги уходящего года, демонстрировали те достижения и победы, которые были в этом году, в 2020. И искренне хочется выразить благодарность всем образовательным организациям, коллективам образовательных организаций за ту работу, которую проделали. Да, год был не простой, год был сложным, но даже в таких условиях мы добились достаточно больших успехов. Это и реализация национального проекта образования, современная школа, успех каждого ребенка. В этом году у нас создан центр гуманитарного профиля и цифрового профиля «Точка роста» на базе школы номер 2. Отремонтированы и стали современными спортивные залы школы номер 5 и 37. Кроме этого, в рамках государственной программы развития образования у нас грантополучателями, победителями конкурсных отборов стали три учреждения. Школа номер 13, школа номер 1, школьное учреждение, детский сад номер 6 «Солнышко». Также реализация государственной программы «Доступная среда» в детском саду номер 3 и другие различные конкурсы, победы наших педагогов, наших учащихся на региональном и на всероссийском уровне. Мы принесли, конечно, в копилку достижений нашей системы образования, достаточно большой вклад сделали. И хочется отметить, что в этом году вот именно только за счет нацпроектов, за счет конкурсных отборов в нашу систему образования были привлечены более 12 миллионов рублей, где более 2 миллионов были представлены из муниципального бюджета. Здесь мы выражаем глубокую благодарность и говорим спасибо администрации города, непосредственно личной главе города Игорю Александровичу Ральникову за поддержку наших образовательных организаций во всех наших начинаниях и стремлениях улучшить образование наших детей, воспитанников в учреждениях города, школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Конечно, за каждым достижением стоит ежедневный, кропотливый, упорный труд. Поэтому я хотела бы сегодня выразить огромную благодарность отделу образования, информационно-методическому центру, руководителям образовательных организаций, педагогическим коллективам за такой плодотворный труд, который осуществлялся в 2020 году. И я уверена, что в новом году вместе, приобретя такой бесценный опыт, мы сможем с вами сделать еще больше. Конечно, мне хочется поздравить всех вас, дорогие мои коллеги, с наступающим Новым Годом, с Рождеством. Пусть 2021 год будет для нас добрым, радостным, щедрым, щедрым в том числе и на достижения, которые позволят нам улучшить нашим учреждениям, улучшить свою работу. Мне хочется пожелать вам крепкого здоровья, вашим близким, вашим семьям благополучия, счастья, всего самого доброго и теплого и светлого. Все педагогические коллективы, ветеранов педагогического труда, руководители образовательных учреждений, детей, родителей, воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся школ, искренне поздравляем с наступающим Новым Годом. Желаю, чтобы Новый Год принес успех, удачу и благополучие в семье, в коллективы, процветание нашим образовательным организациям и успехов.